Сегодня наши дамы будут красиво крутить бедрами, ну раскрепощение, какое-то проявление себя в необычном ракурсе, в необычной обстановке. Ты начинаешь себя новую видеть, себя совсем по-другому ощущать. Раскрылись мы еще больше, расцвели. Это надо. Каким бы ни был танец, он всегда оказывает глубокое воздействие на души человека, помогает понять себя, расслабиться и почувствовать свою красоту. Ничто так не раскрывает женскую силу, как парный стиль танцев. Именно поэтому участницам конкурса «Миссис Россия и Южный Урал» предложили познакомиться с жаркой латиноамериканской бачатой и чувственной сальсой. Для начала все было немножко так боязно. Для девушек это, я так понял, для них это новое. Ну в конце занятий мы с ними немножко растанцевались, познакомились. Все очень веселые, дружелюбные и все очень классно. Это все-таки очень женственный танец, то есть я хочу немножко раскрепостить своих участниц, потому что до финала осталось буквально три недели, все начинают сжиматься в стрессе, в ожидании. Поворот. Отдыхаем. Ну сейчас я глубоко целиком в танцах, в разных направлениях, и именно почему я решила пригласить девчонок там, нашим королевам Вероника Про, потому что я хотела, чтобы они почувствовали эту атмосферу, эту свободу, которую нам дает танец. И, конечно, хотелось доверить это профессионалам. Вперед. Раз, два, три, точка. Раз, два, в сторону, точка. От тренера в восторге. Сам вообще процесс это здорово, когда просто находишься в искусстве среди красивых женщин, когда такой тренер, который за собой увлекает, когда просто растворяешься в музыке, в танце, ты начинаешь себя новую видеть, себя совсем по-другому. Раз, два, три, точка. Раз, два, три, точка. Я гордая. Мне даже мало было отведенного времени, еще хочется потанцевать. Вообще, если честно, я сегодня очень волновалась, потому что я с танцами вообще никак не связана, и работа у меня никак не связана. Вот, и я приехала, вот все легко и просто, и ничего страшного, оказывается, нет. Раз, два, три, да. Раз, два, три, да. Мне тоже удалось в какой-то момент расслабиться, конечно, это было не просто, вроде движения простые, но в то же время иногда можно запутаться в повторениях. Раз, два, три, молодец. Раз, ну ничего не делать. Встала. Делаешь остной шаг. Раз, два, три, точка. Лично мне давалось все легко. Я даже вошла в азарт, какой-то кураж, мне прям очень сильно понравилось. Раз, два, три. Я пошел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да, если чуть-чуть отстанешь от тренера, уже запутаешься, потом опять по-новой. Здорово, просто здорово. Мне все понравилось, и я бы с удовольствием продолжила обучение. Если бы я жила в Челябинске, я бы после сегодняшней презентации однозначно пошла в эту группу, которую сегодня нам предлагали, и думаю, что осталось бы. Конкурс «Миссис Россия и Южный Урал» – это не просто демонстрация своей красоты. Это сплошные открытия, новые знания и новые впечатления. Потом у нас будет полет на аэротрубе, у нас будет субботник у Каренда Лайкян, у нас будет игра в пиндбол, у нас будет бьюти-девичник. У нас много всего будет. То есть это проект для мам, чтобы мамы почувствовали себя не только мамами, но и просто женщинами. Были периоды в жизни, когда я, в принципе, просто заработалась и забыла про себя как женщина. Это очень важно для меня, потому что у меня трое деток, и это объединяет всех женщин, поддерживает. Мы друг друга поддерживаем, поддерживает также наш руководитель нас. Она нас тренирует как женщин, то есть сегодня у нас одно мероприятие, потом неожиданно у нас другое, иногда меняется. И это очень вдохновляет и формирует какую-то такую внутреннюю стержень, внутреннюю уверенность и дает силы. То, что казалось достаточно просто, оказывается совершенно непросто, когда начинаешь это делать. Но единственный способ чему-то научиться и что-то преодолеть, это делать, продолжать делать, пробовать. И мне очень нравится. Я чувствую, что изменения во мне происходят не только на том уровне, на котором замечают люди, внутри меня происходит нечто. Тут каждая пришла со своей, наверное, какой-то маленькой целью. Я пришла в женское общество, я пришла менять себя, я пришла получать не просто новые знания. Я знаю, что здесь мне смогут дать то, чего у меня нет, иначе бы он не появился просто в моей жизни. И это, на самом деле, такая более глубокая, наверное, психологическая история у каждой в голове, потому что проработка, ломка, изменения, они происходят ежедневно. И у нас, конечно, уже такой мини-круг образовался доверие, и это здорово. Каждый раз встречаешь новых людей, люди все яркие, ты ощущаешь себя другой, они открывают для тебя свой мир. Почему я участвую? Ну, я думаю, это, наверное, какое-то доказательство себе, и, ну, чтобы обрести уверенность для других женщин, открыть дорогу, что после 50 эта жизнь вообще не заканчивается. Когда я шла участвовать, я, если честно, не подозревала, что меня ждет, вообще не думала. Ну, я понимала, что будет сцена, будет много народу на меня смотреть, но как это все будет происходить, не понимала. Вообще, мои родители замечательные люди, они меня прекрасно воспитали, но они всегда мне говорили, «Жанна, не высовывайся, Жанна, всяк сверчок, знай свой шесток». И то, что я уже как бы высунулась, да, это для меня уже огромная победа, в первую очередь, на самой собой. И пусть заветную корону получат не все, зато каждая точно заберет с собой ценные знания, полезные знакомства и бурю эмоций.